Радио Вести 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 Такими как лизоцин, такими как лактоферин и такие вещества, как иммуноглобулины. То есть то, чем переболела мама в своей жизни, она на полгода обеспечивает иммунитетом ребенка. Фактически сообщает ему антитела к всем этим неприятностям. Да, то есть передает свой иммунитет и защищает этим своего ребенка. Поэтому первый контакт мамы и первое вскармливание – это очень важно, и почему мы стараемся это произвести наиболее быстро, то есть в первый час его жизни сразу же прикладывается ребенок к груди. А почему, по сути, заниматься такими вопросами, а это же просветительская деятельность по грудному вскармливанию, приходится вам в отделении патологии беременности, хотя, казалось бы, ваше дело принять женщину с различным неблагоприятным прогнозом по развитию беременности и родовспоможению, родоразрешению. Благополучно ребенок появляется на свет, и дальше это уже, по идее, не должно быть вашей заботой. А вы, получается, еще и рассказываете, как правильно кормить. Ну, в первую очередь, я врач. И как врач я должна помочь людям, если какая-то у них возникает вопрос или проблема. К сожалению, сейчас последние десятилетия грудное вскармливание стало проблемой для молодых мам. Некоторые мамы, они боятся кормить грудью, некоторые мамы не хотят кормить грудью, у некоторых мам не получается кормить грудью. То есть, вот этот вопрос мы, как врачи, им должны помогать. То, что я врач отделения патологии беременности, не отменяет того, что я врач акушер-гинеколог. Поэтому было принято решение активизировать этот вопрос грудной вскармливания в нашем перинатальном центре. И я читаю лекции для всех женщин. Это от самого маленького срока беременности, это 9 там и вообще самое начало беременности, до крайних сроков беременности, то есть уже до доношенной беременности. И также, если есть какие-то вопросы, это послеродовое отделение, уже когда мамочка родила и стала родильницей. Поэтому лекции проводятся всем, чтобы они знали и понимали, что грудное вскармливание – это важно. Мы начинаем с самых основ, потому что грудное вскармливание – это по типу, как картинка с айсбергом. Вроде бы все понятно, это верхушка. А что касательно под ним, то есть вот этот пласт информации, домам не всегда доходит в том понимании, которое надо. Поэтому мы начинаем от моментов длительности грудного вскармливания. Это от 6 месяцев и до 2 лет. Я на лекциях объясняю, для чего это надо. То есть 6 месяцев – это минимально, что мы можем отдать ребенку иммунитета питательных веществ. И 2 года – это максимум, что вы можете отдать ребенку после 2 лет. Грудное вскармливание, как таковое, уже перестает нести тот свой смысл, который мы в него вкладываем. Потом мы говорим на лекциях о том, что грудное вскармливание должно быть исключительно грудным вскармливанием. То есть вы не должны ни допаивать ребенка, ни докармливать до того момента, если вы его начинаете уже подкармливать чем-то другим, это уже называется прикормы. А они вводятся в 6 месяцев. Или мы говорим о смешанном вскармливании, когда идет грудное вскармливание и смесь, то есть искусственное вскармливание. Но тут опять-таки есть какие-то свои нюансы. Если мы говорим о грудном вскармливании, это только грудное молоко. Мы говорим о том на лекциях, что мама должна кушать, потому что диета при грудном вскармливании тоже несет свои определенные нюансы. Скоро же многим борща хотелось несколько месяцев. А вот придется потерпеть. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок в будущем имел крепкую иммунную систему, крепкую нервную систему, он был здоров, вам необходимо чем-то своим пожертвовать. То есть в частности это питание, да, первый месяц это гипоаллергенная строгая диета, потому что в последующем, когда вы будете вводить продукты в свой рацион, вы должны следить за реакцией ребенка. То есть не все сразу маме можно после роддома есть. Но здесь вы понимаете, ради чего вы стараетесь. Вы стараетесь ради и своего будущего, потому что здоровый ребенок – это счастье семьи. И ради будущего вашего малыша. То есть раньше шести месяцев переводить, добавлять пюрешки категорически не рекомендуется? Ну, здесь не сказала бы категорически, потому что, в принципе, мы тут в плане этом тоже демократичный. Мы говорим, хотя бы четыре месяца мама должна откормить исключительно грудью, потому что у некоторых мам достаточно… Все дети разные. Кто-то рождается 700 граммов, 900 граммов, а кто-то рождается 4 килограмма. Да, но тут, конечно, завесы. Мы говорим, если о маловесных недоношенных детках, там свои нюансы и вскармливания идут. И начинают они не с тех каплей грудного молока, для них необходимы, для их питания. Но если мы говорим, что хотя бы четыре месяца откормить мама должна грудным молоком, потому что за это время ребенок хоть что-то успевает получить. Не надо ребенка переводить сразу, выписались из роддома, вас доктора там стимулировали, да, вы вроде бы справлялись, вы приехали домой, вы столкнулись с первой трудностью и сразу же отказались, потому что у меня не получается. Здесь очень важно формировать так называемую доминанту лактации и маме, и окружающим ее людям, чтобы мама понимала. То есть доминанта лактации – это что? Я могу кормить, я могу вскормить, мне ничего не преодолеть, ну, там, не стоит преодолеть какие-то препятствия, мне надо, чтобы мой ребенок был сыт, и он будет сыт только грудным молоком. Поэтому есть и факторы, конечно, стресса, то есть мама выписывается из роддома, для нее непонятна, как бы, ситуация, ей надо в привычную среду внести новую, как бы, ситуацию, я мама. Поэтому очень часто бывают спады лактации, то есть вплоть до потери лактации, но тут уже надо, конечно, немножко поспособствовать окружающим, успокоить маму, лишить ее какой-то работы по дому, чтобы она занималась только ребенком, и лактация спокойно потом восстановится, и мамочка сможет кормить. Поэтому не надо бросать сразу, вот у меня сразу не получилось, и я не буду кормить, надо работать, потому что грудное вскормление – это работа, тяжелая работа. И, по сути дела, если я вас правильно понял, зависит она не только от мамы, но еще также и от папы, и от других детей в семье, если они есть, если они треплют нервы маме, угрожаясь простым языком, да, если это бабушки и дедушки, которые лезут со своими советами, как это часто бывает. Ну, особенно если муж начинает, допустим, требовать от жены… Борща? Ну, не то, что даже борща, знаете, да, любого чего-то и начинает скандалить, у женщины ведь может и пропасть молоко. Конечно, вот я об этом и говорю, что формировать вот это вот состояние, что я могу кормить, надо и окружающим, маму, людям, потому что она выписывается из роддома, но она, знаете, как вот, она не та, какая она ушла. То есть она вернулась с обязанностью, обязанностью по выращиванию маленькой жизни, то есть новорожденного. Поэтому помимо того, что мужа надо обстирать, обкормить и на работу отправить, у нее есть еще обязанность покормить ребенка, там, поменять ему пеленку, там, подержать его на руках, потому что маленький ребенок, он требует, по сути, три вещи. Грудного молока, маминых рук и маминой заботы, все, больше ему, по сути, ничего не надо. Если он чувствует, что мама рядом, он спокойно спит, он спокойно отдыхает, но детки тоже разные бывают. Некоторых можно там укачать, и он будет спать целый день, а некоторые требуют того, что мама его целыми днями носит на руках, поэтому для нее эти стрессы, ну, тоже, молоко, оно очень зависимо гормонально, а гормоны зависят от нашего состояния. То есть, если у мамы стрессовая ситуация, у нее, ну, чтобы пропало молоко, это должна быть вообще крайняя какая-то стрессовая ситуация, но оно снижается. Снижается выработка молока, ребенок недоедает, он себя чувствует беспокойно, он начинает, еще один из факторов того, что ребенок недоедает, мочиться более концентрированной мочой, потому что единственная жидкость, которую он получает, это только грудное молоко. То есть, если что называется, не наедается. Ну, да, будем говорить так, не наедается. И мама это видя, она еще больше переживает, она начинает загоняться вот в этот порочный круг, поэтому помогите маме, окружающий ее муж, мамы, мам, детки, помогите своей маме, чтобы она смогла скормить ребенка. То есть, это тоже очень важно. Вот на лекции, о которых вы сказали, ходят, получается, имеют право ходить только те дамы, которые родоразрешились в Республиканском перинатальном центре. Имеют, давайте так, имеют ходить право беременные и родоразрешенные женщины, которые находятся на лечении, то есть, они находятся в стенах перинатального центра. Но могут ходить и до родов, и после. Конечно, то есть, у нас проводятся и до родов, я же говорю, лекции, то есть, от малых сроков беременности до поздних, и, ну, уже не как лекции, потому что там идет вопрос того, что у женщин совместно пребывание их с детьми. И собрать женщину на лекцию, когда ее ребенок будет один в палате, никто не пойдет. А собирать большое количество женщин с детьми, это тоже неразумно. Поэтому, если у нее возникает вопрос, то там уже идет индивидуальная консультация. Именно лекции проводятся женщин до родов. То есть, мы рассказываем, что такое грудное вскармливание, что такое роды, то есть, сам процесс беременности до именно вот этого момента. После этого это уже идет индивидуальная консультация родильницы. Есть такие, которые говорят, да, чего вы мне там расскажете, я вон сама, во-первых, все знаю, во-вторых, разберусь, мне мама подскажет, а что нет, то я вон в интернете почитаю. Есть, есть. И это причем, ну, как бы такая фраза должна мне, на мой взгляд, была бы логичнее звучать от женщин, которые уже вскармили грудью. Но есть такие, которые еще только первая беременность, предстоит у них первое знакомство с ребенком и первое знакомство с грудным вскармливанием. И они говорят, я все разберусь, а по факту, когда ты начинаешь у них задавать вопросы, у нас же идет в основном лекция в виде диалога, то есть, то, что интересно женщинам, то, что им важно для них, я и рассказываю по факту, ну, помимо основной информации. Поэтому, когда ты начинаешь задавать у них тот или иной вопрос, они, ну, не всегда могут ответить, иногда тушуются, то есть, они не в полной мере готовы к этому. Поэтому у нас, помимо того, что я рассказываю, мы еще рекомендуем литературу касательно грудного вскармливания, рекомендуем сообщество грудного вскармливания, потому что в Европе и Америке есть такое сообщество, основанное мамами, кормящими мамами, называется Лали Челига. И у них есть группы ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, где горбящие мамочки переписываются между собой, и вот эти проблемы они выносят на обсуждение. То есть, понятно, не все ты можешь доверить доктору, к сожалению, но именно между собой там достаточно грамотные советы, потому что советы, ответы на эти советы специалисты по грудному вскармливанию выносят. Поэтому мы рекомендуем вот эти вот моменты для женщин, чтобы они знали, куда обращаться, чтобы литература была грамотная, а не просто какой-то сайт. Вы сказали о том, что грудное вскармливание должно быть именно грудным вскармливанием, без докормов, без прикормов и так далее, и так далее. А допускаются ли с точки зрения медицины, с точки зрения вас, как докторов, такие процессы, как сдаивание, замораживание, потом размораживание? Часто мамы на прогулку, чтобы взять ребенка, да, они сцедились, заморозили, потом подогрели и поехали. Да, смотрите, тут надо немножко разобраться. Чисто мы говорим о грудном вскармливании, это кормление ребенка грудным молоком. Если мы говорим о смешанном вскармливании, это грудное молоко и смеси, и искусственное вскармливание, это конкретно смеси. К сожалению, существует ряд причин, которые противопоказывают женщинам кормить грудным молоком, даже при всем их желании. Это заболевание женщины ВИЧ, заболевание женщины открытой формой туберкулеза, декомпенсированное состояние мамы, то есть, когда мама по факту, по ряду причин не может кормить ребенка, это грозит ухудшением здоровья ее самой. Если мы говорим о новорожденных, это нарушение ферментной активности, то есть, невозможно с детьми переваривать лактозу. Поэтому мы говорим о безлактозных смесях, то есть, здесь мы говорим о противопоказаниях к грудному вскармливанию. Если мы говорим о том, что есть трудности при грудном вскармливании, но мы сохраняем кормление грудным молоком. Это если у ребенка имеются врожденные пороки развития, это незавращение твердого неба и верхней губы, то есть, зайча губа и волчья пасть. Тут мы говорим о том, что можно кормить ребеночка с ложечки, можно кормить ребеночка с бутылочки и можно кормить ребеночка через пипетку. То есть, здесь уже как бы есть свои нюансы. Также есть трудности при грудном вскармливании у женщин с формой сосков втянутой. То есть, в норме есть три формы сосков. Это обычная, плоская и втянутая. Если мы говорим о плоской, то здесь, конечно, есть трудности, но есть насадки для сосков, которые позволяют скармливать грудью. Если мы говорим о втянутой, то здесь, конечно, уже это невозможно. Поэтому мы говорим о том, что женщина сцеживается и тогда уже кормит ребенка. Поэтому да, такой акт, как сцеживание молока и кормление его через другую емкость, не касательно от молочной железы, да, он есть. Что касательно сцеживания и кормления ребенка молоком, которое было заморожено, это тоже есть. Потому что все мы живем в 21 веке, и женщинам приходится раньше выходить на работу ввиду ряда причин. Поэтому да, они сцеживают молоко, потом это молоко разогревается на теплой бане, и ребенку уже предоставляется, но не теряет своих свойств. Ну, а наверняка есть вопрос, скорее, в том, как часто встречаются среди ваших пациенток те, кто говорят, нет, я вообще не буду кормить грудью, потому-то, потому. Причины у меня там разные, да, у всех, но вот вообще категорически отказываются. Ну, а знаете, к моему огромному счастью таких женщин очень и очень и очень мало. Поэтому все-таки у женщины есть понимание, что я кормить буду. Единственный момент, тут я возвращаюсь к тому, что женщина перестает кормить после первого препятствия. Зачастую это первое препятствие – это спад лактации. То есть, когда ребенку не хватает молока, они начинают его докармливать, и ребенок переходит на смесь. То есть, грудное молоко, в чем его как бы особенность грудного скармливания, что чем чаще вы будете кормить ребенка, тем больше у вас будет прибывать молока, тем организм ответит на потребность. То есть, не хватило сейчас молока, приложите его чаще. Мы же говорим о свободном скармливании. То есть, не то, что вы каждые три часа или там два часа кормите ребенка. Захотел ребенок кушать – дайте ему грудь. Захотели, ну, вы чувствуете, что он не наелся – предложите ему грудь там через час еще. Вы чувствуете, что у вас как бы прибыло молоко. Поэтому просто чаще предлагайте. И в ответ на вот это вот частое кормление будет приливы молока, и вы сможете это перебороть. Поэтому категорично, конечно, бывали такие нюансы, но опять-таки удается переубедить в том плане, зачастую женщины беспокоятся о том, что после кормления изменится форма груди. Но здесь мы как бы начинаем уже говорить о том, что вам важнее – форма вашей груди или здоровье вашего ребенка. И все-таки женщина осознанно приходит к тому, что да, я стала мамой, поэтому беседы и разговоры все-таки переводят ее на сторону грудного вскармливания. У всех разное состояние здоровья, разные диеты, разный путь к родоразрешению, своя история жизни. Вот такой вопрос по этому поводу. А все ли материнское молоко одинаково качественно и полезно для детей? Любое материнское молоко. Ну, если мы только не говорим о женщинах с вирусными заболеваниями, которые я ранее перечислила, если женщины не принимают таблетированные препараты, которые выделяются через грудное молоко и противопоказаны на врожденном, то есть это либо психоактивные препараты, либо это цитостатические препараты, но здесь мы уже говорим об онкологических заболеваниях, это как декомпенсированное состояние. Если же мы об этом не говорим, то любое молоко мамы полезно для ребенка. Любая женщина, если у нее нет противопоказаний к вскармливанию, должна отдать это грудное молоко. Все. То есть здесь как бы очень короткий разговор. Если у вас нет противопоказаний и у вашего малыша, вы должны кормить. Тут как бы мы можем даже сказать категорично в этом плане. Еще такой вопрос. Вы сказали, два года это потолок для кормления грудью, но ведь для многих матерей вот это вот, когда ребенок лезет, пристает, требует. Ну, что называется требует, да? Тут как с телефоном, легче дать, чтобы отстал. Ну, да, вы имеете в виду отлучение от молочной железы, выход из роли мамы. Здесь, конечно, иногда помогает введение прикорма, если это мы говорим только, мама использовала грудное молоко в качестве питания. Но тут, понимаете, очень часто бывает такая вещь, что мамы используют грудное вскармливание для успокоения ребенка. То есть вот этот контакт матери и ее новорожденного, и уже в последующем, да, грудного младенца дает колоссальный эффект в плане успокоения последнего. То есть если ребенок плачет, если он капризничает, мама дает ему грудь, и моментально ребенок успокаивается. Поэтому здесь, конечно, постепенно отвлекать ребенка, не давать ему грудь. То есть он захотел грудь, найдите другие, как бы, поводы отвлечения, дайте ему игрушку, отвлеките его. Дети, они очень мобильны в этом плане. То есть конкретно на что вот я хочу, он вам так не скажет, он будет капризничать. Отвлеките его внимание, то есть форма игры, форма переключения, там, давай что-то порисуем, давай мы с тобой куда-то сходим. Зачастую это работает. Ну и последний вопрос, лекции, о которых мы говорим с самого начала программы, о грудном вскармливании, которые проходят в Республиканском перинатальном центре. Прекращались ли они на время самого опасного эпид, вот этого вот очага, эпидпика по новой вирусной инфекции, и что с ними дальше? К сожалению, да. На период карантина по ковиду лекции в перинатальном центре были прекращены, ввиду того, чтобы мы не подвергали опасности жизни наших беременных. Но все-таки сейчас уже по мере того, как идет послабление режима изоляции и режима дистанционного отношения нас с вами, у нас потихоньку начинают проводиться лекции, начинают проводиться занятия. И поэтому это дело продвигается. Но в плане того, что было на период карантина, мы не бросали разговоры о грудном вскармливании, мы проводили индивидуальные занятия. То есть мы рассказывали женщинам по мере того, как у них возникали вопросы. Любая женщина могла обратиться ко мне с тем или иным вопросом и вообще к любому врачу акушер-гинекологу перинатального центра. Я благодарю вас за эту информацию. Желаю успехов в дальнейшей работе. Напомню, мы беседовали с врачом-акушером-гинекологом отделения патологии беременности Республиканского перинатального центра Ольгой Егорушкиной. Приходите к нам еще, а вы, друзья, оставайтесь на нашей чистоте. Следующий. Здравствуйте, доктор. Жалуйтесь. Да я похвастаться. А, ну тогда будьте здоровы.